Здравствуйте, ребята. Продолжим изучение раздела «Показательные и логарифмические уравнения и неравенства». Тема нашего урока – «Показательные уравнения и их системы». Я учительница математики школы 117 города Алматы Вульфира Кардыровна Шулакова. Цель нашего урока – уметь решать системы показательных уравнений, знать и применять методы решения показательных уравнений. Критерии оценивания. Учащийся решает систему показательных уравнений, применяет методы решения показательных уравнений. Системы, содержащие показательное уравнение, решаются сведением показательного уравнения к алгебраическому и решением полученной алгебраической системы. Первый способ – приведение к одному основанию. Второй способ – введение новых перемен. Системы показательных уравнений в основном решаются двумя способами. Сейчас рассмотрим способ приведения к одному основанию. Данный способ основан на следующем свойстве степеней. Если две степени равны и равны их основанию, то равны и показатели. То есть уравнение надо попытаться привести к виду а в степени f от х равно а в степени g от х. Отсюда мы должны получить равенство f от х равно g от х. Решить систему уравнения. 2 в степени х умножено 3 в степени у равно 24. Второе уравнение 2 в степени у умножено на 3 в степени х равно 54. Представим решение этой системы. Сейчас запишем данную систему в виде... 24 представим в виде произведения. Множители 2 в степени 3 умножено на 3. А 54 представим в виде произведения двойки на 3 в кубе. То тогда в системе имеет вид 2 в степени х умножено на 3 в степени у равно 2 в кубе умножено на 3 в кубе. Так, первое уравнение я обозначу единицей. Второе уравнение двойка. Теперь, переумножив первое и второе уравнение, получим, применяя свойства степеней, 2 в степени х плюс у умножено на 3 в степени х плюс у равно правая часть 2 в степени 4 умножено 3 в четвертой степени. Так, обратите внимание, показатели степени одинаковые в левой стороне, то тогда основание записывает 6. 2 умножим на 3 будет 6. То тогда 6 в степени х плюс у равно... И в правой стороне основание будет 6 в степени 4. Так, если основания одинаковые, то показатели степени тоже будут равными. То тогда получим х плюс у равно 4. Теперь первое и второе уравнение разделим почленно. Тогда мы получим 2 в степени х минус у умножено 3 в степени у минус х равно правой части 2 в квадрате умножено на 3 минус второй степени. Упорядочим запись. То тогда числители у нас 2 в степени х минус у, знаменатели 3 в степени х минус у равно правой части числителя 2 в квадрате, знаменатели 3 в квадрате. Теперь, применяя свойства степеней, мы пишем 2 в третьей в степени х минус у равно 2 в квадрате. Отсюда мы получаем, приравниваем показатели степени, получается х минус у равно 2. Теперь мы составим систему от полученных наших преобразований х плюс у равно 4 и х минус у равно 2. Решаем эту систему способом сложения и вычитания. Получаем ответ х равно 3, у равно 1. И записываем ответ 3 и 1. Теперь рассмотрим способ введения новых переменных. Некоторые системы показательных уравнений сводятся к системам рациональных уравнений, непосредственной замены входящих в них степеней новыми переменными. Например, рассмотрим решение системы уравнений 64 в степени 2х плюс 64 в степени 2у равно 12. Второе уравнение 64 в степени х плюс у равно 4 корень из 2. Введем новые переменные таким образом. А равно 64 в степени х, b равно 64 в степени у. Тогда система принимает вид а в квадрате плюс b в квадрате равно 12. Второе уравнение а, b равно 4 корень из 2. Второе уравнение этой системы возведем в квадрат. Тогда эта система имеет вид а в квадрате плюс b в квадрате равно 12. И второе уравнение а в квадрате, b в квадрате равно 32. Решим полученную систему относительно а в квадрате и b в квадрате, то тогда мы получаем а в квадрате равно 4 и b в квадрате равно 8. Или а в квадрате будет равен 8, а b в квадрате 4. Так как в обозначении а дает нам 64 в степени х, а b равно 64 в степени у, то есть положительные, то у нас а будет равным 2, а b будет равным 2 корень из 2. Или а принимает значение 2 корень из 2, а b будет равным 2. Вернемся к исходным переменам. Подставим вместо а и b свои значения. Тогда получается такое тоже это уравнение 64 в степени х равно 2. Так, второе. 64 в степени у равно 2 корень из 2. Или вторая система. 64 в степени х равно 2 корень из 2. И 64 в степени у равно 2. Отсюда мы находим корни х равно, с первой системой корень будет х равно 1 шестая, у равно 1 четвертая. Или х будет равным 1 четвертой, а у будет 1 шестая. Тогда от веки мы получаем х 1 шестая, 1 у 1 четвертая или второй корень 1 х 1 четвертая, у 1 шестая. Предлагаю для закрепления самостоятельную работу. Первое задание. Реши систему уравнений. 3 в степени х умножено 5 в степени у равно 75. Второе уравнение. 3 в степени у умножено 5 в степени х равно 45. Дескрипторы обучающиеся приводят обеих частей уравнений к степени с одинаковым основанием. Решает систему с введением показательного уравнения к алгебраическому. находит корни уравнения. Второе задание. Предлагаем решить систему уравнений. 3 в степени х умножено минус 2 в степени 2 у равно 23. Второе уравнение. 3 в степени 2 х минус 2 в степени у равно 25. Дескрипторы обучающиеся применяют способ введения новых переменных. Решает систему с введением показательного уравнения к алгебраическому. Находит корни уравнения. Записывает ответ. Подведем итог урока. Научились решать систему показательных уравнений, применяя способ введения к одному основанию и способ введения новых переменных. На этом урок окончен. Спасибо за внимание. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok